доброго времени суток youtube уважаемые слушатели видео слушатели моего канала и я думаю что это будет коротким видео много времени у вас не займу и она будет смешным и анекдотичным сегодня днем зашел к своему приятелю другу по лестничной клетке по подъезду значит и соответственно сидим на кухне у него на кухне опаньки что за чудо телевизор как вы знаете по предыдущим видео телевизором нет и соответственно сидим разговариваем пьем чай кофе и слушаем телевизор я вот не помню хоть убейте меня то ли первый канал то ли россия то ли 24 не помню неважно и соответствующая передача опять о коронавирусе о том какие молодцы в россии ученые взяли и быстрее всех разработали вакцину от коронавируса ну и соответственно это нас так с приятелем поразило и неприятель говорит он простой человек всю жизнь проработал слесарем говорит слушай ведь это как так вот даже я понимаю что у нас отсталая медицина отсталая наука доживаем на тех ресурсах которые остались у нас счет сср тем не менее мы одни из первых в мире и мы сейчас чем гордимся наш президент об этом говорят говорит и многие другие люди об этом говорят ученые в том числе там и так далее говорят о том что в россии в одной из первых стран разработали первую вакцину от коронавируса как так говорит мне вадик вадим озол я говорю хорошо отвечу тебе на этот вопрос игру послушай меня внимательно смысл чем это огромные огромные деньги тот кто первый создаст действительно эту вакцину от коронавируса значит будь то в любой стране первый выпустит ее на рынок докажет ее эффективность проверит всеми многими значит тестами там на разных группах людей на разных лицах с учетом групп здоровых людей заболевших переболевших людей получит преференции то есть готов там китай закупить на миллиарды долларов америка стоит в очереди за такой вакциной государства говорят только-только продайте нам понятно что это выгодно бизнесменам этих стран китая америки европы спокойнее к этому относится странный бенилюкса швеции которые изначально заявляли что такого заболевания не существует и я придерживаюсь собственно такого же мнения что никакого коронавируса к вид 19 не существует что это фейк люди умирает от других заболеваний я обсуждал это со своими коллегами да и люди умирают но они могут умирать и от других каких-то заболеваний а нет установленного факта частности шведскими учеными еще когда только появился этот коронавирус его упоминает стали по телевизору шведские ученые в начале 2019 года в конце середине 19 года начале 20 года то есть конец 19 начало 20 года это началась пандемия в головах у людей заявили что это мутирувший вирус гриппа а не какой-то отдельный к вид 19 значит и сейчас значит россия первые стран разработал такой вирус антивирус как бы вакцину от этого вируса соответственно моего приятеля также как и меня это все поразило и относитесь им на кухне пьем чай правда чай и соответственно посмеялись поржали над тем что мы отсталая научном отношении страна самая богатая в мире но самая стала во всех смыслах экономики политики медицине прежде всего одни из первых разработали подтверждаем и позиционируем себя начали на весь мир как страна значит создавшая такую вакцину об этом говорит наш президент по телевидению это миллиарды миллиарды долларов тот кто такую вакцину создаст подтвердит ее всеми необходимыми тестами некоторые взвешенные ученые на мой взгляд читая их статьи в интернете говорят о том что должно пройти там как минимум несколько месяцев лет может быть для того чтобы провести все необходимые тесты и действительно подтвердить эффективность этих препаратов до разработанных как вакцины от этого заболевания тот будет завоевает рынок будет впереди планеты всей сможет продавать их и туда и туда и туда и туда и вот тут мы как прыщ на одном месте российская федерация во главе с нашим президентом который говорит об этом по телевидению на все и на весь мир разработали такую вакцину не верю легко и просто господа вот основная мысль видео легко и просто господа создавать что-либо от того чего не существует то есть даже если мы создали такую вакцину это фейк и соответственно мы готовы продавать эту вакцину любой стране и любому миру за огромные бешеные деньги миллиардные доходы будет иметь то компания допустим если это будет американская компания разработавшая такую вакцину она будет там триллионами будет это все продавать зарабатывать и так далее так далее так далее и вот мы тут впереди планеты всей с нашими учеными восьмидесятниками которые говорят о том что у нас такие лаборатории давно и вот так вот настолько умны что мы раз и все подготовили все сделали я в этого все не верю мало того что вообще под сомнением сам коронавирус изначально моей голове в голове здравомыслящих людей у нас россия разговаривал с врачами на без систем бессимптомное заболевание всеми многим задавал такие вопросы как такое может быть то есть заболевание не имеющие симптомов ну хорошо кто-то не отвечал из простых людей да я знаю люди переболели кто-то чихнул и пошел дальше а кто-то серьезно слег болел долгое время задыхался там на аппаратах и вл подключен был и так далее и тому подобное но тем не менее еще раз повторю основную мысль этого видео легко и просто просто создавать что-либо от того чего не существует это первое вот это самое главное что меня интересует и что меня рассмешило да но с моим приятелем другом сидели и слушали очередной посыл на весь мир нашего неуважаемого мной президента о том что мы такие герои все из себя создали такую вакцину готовы поставлять ее всему миру и соответственно получать эти не миллионы не миллиарды а триллионы долларов не верю это очередной фейк обман никакой вакцины коронавируса мало того что кровь повторюсь коронавируса не существует и никакой вакцины в принципе от него не может быть но тем не менее по телевидению об этом и во всем говорят вот такое короткое анекдотичное видео благодарю за внимание просмотр и удачи всем